Потом Ксомелье оценивает этот букет за луп. Да, и Сомелье такой. Даёт, блядь, графитом и за лупами. Нет, ну может быть он в прошлом, ну знаешь, как люди перехвалифицируются, и он в прошлом был, ну как бы, отменным таким хуесосом, и у него огромный опыт. Да, 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 у него есть чем сравнить и описать в красках всю вот эту. Он вынюхивает. Он такой, вынюхивает. Ну добрый вечер, друзья, это подкаст Нетрезвые Бездельники. Нет? Не, хуйня, переделывай. Это подкаст Нетрезвые Бездельники, Артём, Кирилл, меня зовут Алексей, мы как обычно здесь собираемся радовать вас всякими интересными и не очень темами, и в начале выпуска, пока вы еще не успели переключить на какой-то более адекватный подкаст, я хочу порекомендовать вам не корости ради подписаться на наш паблик в ВК, объясню зачем. У нас давно намечен план сделать стрим с просмотром каких-нибудь хороших наших там авторских подборок фильмов с нашими же живыми комментариями, но, к сожалению, YouTube такое дело не очень, короче, чтобы мы показали целиком весь фильм, поэтому мы будем делать какие-нибудь аккаунты однодневки на каких-нибудь других порталах, я там уже, в принципе, нашел, и как бы, естественно, если вы на нас там подписаны только где-то там на YouTube или в iTunes, вы этого просто не узнаете, а в ВК будет всегда рассылка, как бы, ну, как бы, а если не пользуетесь ВК, то сорян. Давай, думаю, что пару слов надо, у меня, мне просто... Децл умер, все, поехали дальше. Децл умер, все, поехали дальше. Ну, блин, на уровне только всяких MTV-шных клипов, которые у тебя играет фоном и все. У тебя что, кассеты не было? У меня была кассета. Я тогда слушал, блядь, Грайн Духу. Да ладно, ты уже тогда в школе это... Чувак, Децл... Это седьмой класс был. Это, типа, девяносто девятый год, что-то такое. Ну, короче, я никогда не увлекался. Блин, я на самом деле, что сказать, типа, как бы, рэп-то особо не котировал, но вот Децла, там, вот этот первый и единственный альбом у меня, который был, я его, что называется, заслушивал до дыр. И вот мы сегодня еще по-любому несколько слов скажем про богемскую рапсодию, но вот мы когда с тобой посмотрели этот фильм, я тебе после этого такую идею говорил, что вот для меня такие группы, как Queen, они как бы, ну, безусловно, я как бы проявляю уважение, и мне там нравятся все вот эти Greatest Hits песни, но как бы я не слушал эту группу как бы альбомами, когда она была. И я, возможно, скажу очень хуевую вещь для тебя, но для меня вот этот первый альбом Децла, он, ну, в каком-то ностальгическом плане имеет сильно большее значение, чем, например, те же Queen, которых я просто не слушал. И как бы Децл это был, на самом деле, ну, такой достойный вехой в то время, и у него просто была очень крутая продюсерская тема, мой батя отвалил бабла, и ему там сделали... Ну да, MTV его хорошо продвигало. Его и MTV двигало, и его там этот шеф, который этот... Мастер-шеф. Да-да-да, он ему там всякие текста писал, там, учил его, как это все зачитывать, и у него там... Как доктор Дрей, имя Немона драчивает. Типа того, или Снуп Дога. Доктор Дрей и Снуп Дога? Да, Снуп Дога он двигал. Доктор Дрей вообще такой, типа, батьев, батьев. Я думал, Снуп Дог, он такой, типа, всегда был, что-то. Мы тогда с Лыжником смотрели про Снуп Дога, всякие клипы, и там первые его клипы ранние, там он вообще был, как бы, не сольно, а, типа, доктор Дрей в фитчеринге его, типа... Ну, у Эминем уже то же самое было, у него первые клипы, там везде был доктор Дрей, там в песнях он тоже много где пел. Вот, и посему, как бы, я... Ну, ты знаешь, как бы, Децил, очевидно, он вот, когда в те времена, я говорю, первый альбом слушал, после там была какая-то откровенная фигня, когда он вот этим трюком переименовался, это вообще было... Так это, по-моему, как раз, когда он, типа, такой, мне не нужны вот эти батины подачки, и, типа, такой начал серьёзную репчину, типа, писать, ну, более или менее. Да, за легализацию, там, вот эта вся тема, когда у него дреды до жопы. Вот, и, в принципе, ну, как бы, о нём ничего не было слышно, и тут вот сегодня такая весть, собственно, как бы, если вы ещё не поняли, то и как-то пропустили этот инфоповод, то, собственно, в ночь со 2 на 3 февраля скончался, как говорят, от сердечного приступа, собственно, этот Кирилл, как он там, Толмацкий. Гуф. Да, Гуф давно уже. Блядь, а вот прикиньте, а Гуф-то живёт ещё? Он поёт? Ну, наверное, не знаю. Ну, короче, суть в том, что ты сломал штопор, я понял. Я там просто кривой пипец. Чуваку 35 лет, ну, это вот почти как нам, ну, можно сказать, ну, в какой-то ближайшей перспективе. Ну, да. Ну, как бы, моё детство, по крайней мере, очень, ну, плотно и неотъемлемо связано с этой персоной, как бы, и это грустно, когда вот такие вещи происходят. Он, конечно, не самый там здоровый образ жизни вёл и прочее, но он, кстати, типа там продвигал тему, что типа там покуривать это вообще норма, мне там помогает здоровью. Тонизирует и освежает по утрам. Ну, как говорится, как... В общем, хорош о грустном, давай о чём-нибудь нормальном. Да, о чём-нибудь нормальном. О кинофильмах. Да. У нас сегодня вообще кинофильмовый... Да, в основном. В большей части, да. То есть, смотрите, буквально, можно сказать, там, неделю с небольшим назад в российский прокат таки добрался фильм Питера Форелли «Зелёная книга», который технически, как бы, фильм 18-го года, но до нас он дошёл очень-очень поздно, ну, потому что такой, можно сказать, нишевый автор, сказать, кино у нас там, если это не танки и не бабушка какая-нибудь, то... Не про войну, не Михалков, то... Да, у нас, типа, не прокатит. И Comedy Club Production ещё. Вот. А если бы снял Михалков про войну ещё и в коллаборации с Comedy Club Production, это просто бы все чарты взорвало бы. Сто процентов кинотеатров сто процентов времени показывают эту залупу. Все фильмы такие, «Мстители» вообще в России отменили, там. Короче, «Зелёная книга». Это претендент на несколько наград, включая лучший фильм года на грядущем «Оскаре», но это не так важно. Важно то... Мне кажется, «Оскара» ему не дадут. Мало вероятно, тоже, мне кажется, не дадут. Почему гей-нигер? Из космоса. Не из космоса. Ну, там гейство недостаточно сильно раскрыто. Зато нигерство раскрыто. Нигерство раскрыто, да. На самом деле, вот тот момент, где показали, что он ещё и гей, он, по-моему, был вообще совершенно лишний. И он персонажа, ну, как бы, он его и дальше не раскрывает. И, как быть, какое-то отношение твоё к персонажу полностью, ну, не меняет. Ну, ты такой, ну, чё, это бред какой-то, и всё. Давайте чуть-чуть расскажем, собственно, о сюжете фильма, потому что, ну, на самом деле, если вы можете просто посмотреть трейлер, и этого будет вполне достаточно, суть в чём, это Америка 60-х годов. 62-й. Ну, хорошо. Собственно, там есть персонаж, который играет Махершела Али, очень, это, в последнее время, такой нормально продвигаемый нигер. Короче, он, типа, очень талантливый пианист, и при этом он ещё такой, прям, надменный, жеманный такой сноб, можно сказать. И он задумывает со своей, там, мини-группой произвести, там, ряд концертов по Южным Штатам Америки, которые, если вы вдруг не в курсе, знамениты всяческими, ну, не очень хорошим отношениям к чернокожему населению. Это просто, ну, консервативное такое население, которое, типа, до сих пор хотят, чтобы было бы рабство. Вот. И, собственно, этот чернокожий пианист, он берёт себе водителя по совместительству, там, такого администратора, который будет решать все проблемы. Такого итальянского уроженца, который, там, где-то в Бронксе, что ли, типа, вырос. Такой пацанчик, типа, гопничек, которого играет Вига Мортенсен, который наиболее известен ролью Арагорна в трилогии «Властелина колец». Да, он Арагорн. Да, это он Арагорн. Он просто постарелый, плюс он же, там, был такой загримированный, там, волосы длинные, ну, поэтому... И особо нигде после этого не было. Арагорн — это лучник, который... Нет, это с мечом, который королём становится. Нет, я не помню тогда, ну, ладно. Вот. Ну, у них, там, вот, это боевое трио, один гном, типа, один лучник и один с мечом. Ну, ладно. Короче, собственно, весь фильм — это такое типичное игровое кино. Роуд-муви, я бы даже сказал. Да, роуд-муви о том, как, вот, собственно, происходит в основном взаимоотношение этих двух персонажей. То есть один такой, типа, ну, весь такой в доску свой чувак. Болтун, который постоянно такой не выбирает особо, там, какие-то слова. Я бы сказал, больше в образе гопника. Ну, гопник, да, типичный, как бы, если там взять поправку на Америку тех лет. Собственно, а тот такой же манный весь из себя. И вот на определенных их взаимоотношениях строится весь фильм. И на самом деле это такой довольно прикольный, добрый, комедийный, на самом деле, фильм. Несмотря на то, что он поднимает такую достаточно серьезную тему, связанную с вот этим расовым неравенством и так далее. Да, с дискриминацией, но очень это все так легко обыграно и прям очень смотрится хорошо по этому. Да, и, собственно, почему, как бы, важно нам было про это рассказать вам? Потому что в кои-то веки мы все втроем единогласно сошлись во мнении, что это вообще отличное кино. Его надо смотреть. Его надо смотреть, да. И вы можете попробовать найти уже где-то на народных носителях. Нет, оно в апреле выходит на народных носителях. На народных носителях уже вышло. Это камрип. Нет, там нормально. Там, может быть, с плохим переводом, потому что там, по-моему, HD резко, ну, типа, смотрибельно. Но это все равно, как бы, вот оно выходит в доступ, скажем так, цифровой 30 апреля официально. Но, может быть, Кирилл, нередко так бывает. Фильм-то прокатывался в Америке уже довольно давно. Он, например, там, условно в американском или там европейском каком-нибудь там iTunes, Google фильмах, он уже как бы есть. А у нас, так как он вот только-только в кинотеатрах, у нас сделано куда-то побыть. Проблема в чем? В том, что фильм, даже когда вот он, момент, когда он вышел в кино, по-моему, типа 24, по-моему, января было, он доступен в кино, типа, там, в одном с половиной сеансах в, там, крупных кинотеатрах. То есть вам придется еще и поискать сейчас. И самое удобное время еще. Да, но мы вот прям настоятельно рекомендуем, если вам надоели все эти фильмы про спецэффекты и хочется посмотреть какое-то хорошее игровое кино, которое интересное, там реально хорошие шутки и которое в целом такое, ну, доброе ощущение создает. Между прочим, Питер Форелли, это же один из двух братьев, которые... Которые делали тупого, еще тупее, да. Ну, еще ряд фильмов, типа, то есть они, в принципе... А что они еще делали? Ну, типа, тоже с Джимом Керри, который я, снова я и Ирен, где у него раздвоение личности, и там, какой-то, Кэмерон Диас, все без ума от Мэри, ну, такое... Это они снимали все, да? Да, ну, то есть они потом на какое-то время начали снимать, я посмотрел на АМДБ, и какое-то говно, ну, вообще проходное, и вот такой, типа, можно сказать, камбэк уже одного из двух братьев, но фильм отличный, то есть, ну, прям без каких-либо вариантов. И очень грустно, что он прокатывается... То есть, понятно, что дело, что на него и так, в принципе, мало в нашей стране пойдут, но, типа, еще дополнительно ему перекрывать путь за счет того, что делать малое количество и неудобных сеансов, это, типа, совсем плохо. Зато танки, блядь, заходишь на море, синема, там, блядь, везде, блядь, танки, танки, танки. Это у меня уже за последние несколько месяцев второе разочарование, наряду с этим мультиком про Человека-паука, то есть, когда ты тоже его видишь, ну, там было побольше сеансов, но, там, на фоне, там, он вышел вместе с Акваменом, и ты такой заходишь, а там у Аквамен вот так сеансов, и там, типа, там, три сеанса в день на Человека-паука. Так что, пусть мы рекомендуем, если где-то еще сможете найти в кино, посмотреть, там, как поддержите рабочим рублем, а если нет, ну, тебе, там, не знаю, запишите себе где-нибудь, и когда выйдет в нормальном всем этом, тоже посмотрите. Купите диск на развале на платформе. Почему нет? Я, кстати, ну, я люблю такие хорошие фильмы, допустим, купить в iTunes, ну, типа, почему нет? Мне кажется, дисочек приятнее будет. Дисочек сейчас хер найдешь, блядь, сейчас огромная проблема. Нет, дисочки, кстати, все эти продаются в продуктовом, в той же Азбуке Вкус, у них постоянно есть дисочки с фильмами. Да, но ты вот какой-то конкретный адресный, ты хрен найдешь. Как у тебя эта, типа, коллекция «Звездных войн», такая, типа, там, боб, ты его никогда не посмотришь, не раскупоришь, но зато он стоит на полочке душу, греет, типа, приятно. Ну, тут это, там-то это все-таки такая, там, и коробочка, а тут будет, скорее всего, что-то такое, типа, просто в обычном дешевом DVD-боксе. Ну, я тебе все. Мне этот фильм больше всего напомнил 1 плюс 1, только если за вычетом вот этой вот всякой французской наигранности, ну, потому что там, ну, считай, это то же самое, что 1 плюс 1. Один чувак ухаживает за другим чуваком, они становятся корешами, все. Ну, типа... Ну, это общая конвак, как бы. Ну, и там между ними какие-то забавные... Таких, да, фильмов прям очень много, когда у тебя просто на противоположности героев, считай, весь фильм и построен. Ну, в конце концов, взять «Новую надежду. Звездные войны», фактически, там, персонажи Люк Скайуокер из Хана Соло тоже, они такие сначала, типа, противоположные, и, ну, они там в конце становятся уже такими перешаемыми. Ну, там они не прям настолько в центре событий. Ну, как бы, понятно, но я имею в виду... Тут прям концентрированное взаимодействие двух людей, а там уже и всего накручено, и, типа, этот, ну, чуть-чуть уходит на фон. Согласен, но фильмов таких много, объективно. Ну, да, ну, прям вот здесь я прям смотрел и думал, ебать, прям похоже. Я не вижу в этом проблемы. Я тоже не вижу, я наоборот говорю, что, типа, заебись. Просто, знаете, как вот говорят, что, допустим, ну, если так вот нехил так резко перепрыгнуть с темы на тему, то там вот говорят, вот, у, не знаю, там, Человека-паука у игры, или там, у God of War ничего нет нового, вам чего надо, обязательно все, чтобы было новое что-то, просто если хорошо сделано, почему нет? Так и Зеленая книга. И, собственно, чтобы вы понимали, типа, уровень темы, который поднимается в фильме, Зеленая книга – это некий путеводитель, в котором негры, ну, показано, в каких гостиницах они вообще могут остановиться. То есть, в те времена далеко не везде можно было так заехать, и все просто из-за цвета кожи. В общем, любопытное кино, крайне рекомендую. Продолжая тему игрового кино... Игрового? Ямалана посмотрел. Кого? Ну, Шьямалан. Что это? Это же режиссер. Шьямалан? Эм Найт Шьямалан. Ладно. Посмотрел третью часть трилогии. Первую я даже не помню, как называется. Вторая – это Сплин. Неуязлимый. Вот. А третья называется Стекло. Глаз? Глаз. Глаз. Потому что, ну, там это раскрывается. Я, кстати, вот насчет неуязвимого. Я помню такой, типа, ну, уже вот оно там вышло на носителях. Да, и он фильм очень старый. Ну, он там 2004-й, типа такой. И я такой смотрю и читаю вот описание, что там поезд, Брюс Виллис, сыной Лил Джексон, все умерли. Там катастрофка какая-то, я такой, да ну не хуйня какая-то, не буду это смотреть. Да там же притянуто за яйца, то есть, типа, идея какая-то, что он Сплит этот сделал, и Сплит, собственно, был любопытен и, в принципе, выезжал на том, что там вот этот Маковой, Маковой и вот это много личности. А потом оказалось, что с тем фильмом они как-то, да, они завязаны. А я не пойму, вот этот вот Смаковой, вот то, что мы тогда смотрели в кинотеатре, это они прям продуманный шаг, типа, из этого фильма продолжения? Ну, да, уже в конце, типа... И они потом сняли такие, бля, почему они забытили? Нет, нет, там в конце фильма, типа, как появляется. Там Брюс Виллис такой, типа, там последняя сцена, где что-то в камушке, и он такой, типа, Брюс Виллис своим вот этим еблумом. А, да, я еще сидел и думал, такой, блядь, какого хуя. Весь блядь, да, вот так его показали, и вот в третьей, собственно, части в стекле их там всех, вот они все сходятся. В стекле! В стеклях вот такой пришел, Грюс Виллис. Все прижили с Маковой, все в стекле за пивом. Понимаешь, когда, типа, вот эти подборки актеров, ну, точнее, у чуваков, которые в России похожи на каких-то актеров, они такие синие. Ну, там Кальди Кайфрилл такой сидит. Это двойник. Да, 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 такой бухой. Вот, они все в стекло пришли. За пивом или сэндвичем. За ялом. Там такой вот этот австрийский. Те еще там прямо разогреют, и ты потом такой, бля, заебись. Хорошо. Ну и что, стекло-то? Фильм, в принципе, выезжает тоже чисто на игре по большей части Маковое, потому что Сэмюэль Л. Джексон, как бы хорошо он не играл, он начинает играть, ну, у него там такая роль именно, он начинает играть только к концу фильма до этого. Он там такой в креслице сидит, инвалидный такой, типа, обдолбанный. Ну, Брюс Виллис, он везде играет, в принципе, вообще одинаково всегда. Брюс Виллис, да. А в чем вообще завязка сюжета? Там же его, я не помню, чем закончилось сплит. В общем, он там сбежал, сплит, в сплите этот, маковой. Он там встал каким-то, какой-то ебанкой и убежал. Зверю, да, зверем. Зверю. Рома и зверем, он встал, и зверю. Сергеем Зверевым встал. И фильм начинается-то с того, что, типа, он опять там четырех нечестивых дев там где-то приковал, и, типа, зверю должны были их скормить. Девы красивые в фильме были? Ну, их так чуть-чуть показали, но, в принципе, ничего там, чирлидерши, как бы, обычные такие. Вот, и Брюс Виллис на него вышел, их поймали, и всех, типа, посадили в психушку, вот этих троих. И там еще это все такое, там в итоге все привели к тому, что это такие, типа, как супергерои, комиксная тема и прочее. А комиксы это вообще, типа, как бы свидетельство того, что вот такие люди действительно существуют. Но вот эту дату, а вот это так подвязано. Но в целом сделано прикольно. И вот... А мультики говорят о том, что бурундуки умеют говорить, да? Да, и один одет, как этот, блядь, как... Диана Джонс, а второй как Детектив Магнум. Ну, в целом фильм, там сюжет-то такой простейший, он, в принципе, предсказывается там полностью еще сначала, когда они начинают говорить, что вот комиксы, вот эта вот хуйня и прочее. Но игра актеров классная, посмотреть это можно. Он идет, ну, ровно два часа, это уже там в современной мире стало стандартом, как в 80-е было полтора часа стандарт. Я считаю, что, кстати, вот полтора часа за фильм, это... Хорошая идея. Это прям вообще прекрасно, потому что даже если фильм как бы не очень, полтора часа, и ты такой раз, и он тебя заебать не успеет просто. Вот я тут смотрел... Смотря какой фильм, я Мстители смотрел, сколько Мстителей. Нет, Мстители, я тебе сейчас немножко не про это говорю. Когда фильм крутой, и там, да, там два с половиной, но если бы Мстители шли три-три с половиной часа, ты бы охуел там сидеть. На четыре часа властелин колец, а это, директор в кад, блядь. Это, на который надо еще сбоку сидеть. Да, надо даже в сар бегать. Да не, ну там жопа квадратная станет, пока это будешь смотреть. Ну и что? Я много слышал людей, что, ну, как бы я сам не смотрел, а что-то мне как-то не очень захотелось. Да это такое. Я просто знаю людей, которые им сплит понравился, а вот это говорят, типа, что-то вообще... Да не, нормально. В принципе, уровень примерно такой же. Это, знаешь, мне вот тут, наверное, потому что в целом-то то же самое сняли. И если сплит ты посмотрел и такой, о, как прикольно, тут маковой, то там как тетка, то ребенок, то еще кто-то. А здесь все то же самое, ну, что-нибудь в других декорациях. И ты уже это смотришь, а это уже не так в новинку. Ну, это такое, ну, типа, ладно. Просто сплит еще был больше такой на темах того, что, типа, как про душевнобольного, у которого вот это растриебенило. Ну, вот здесь, здесь то же самое. А тут ты говоришь, как будто там уже супергерой еще какая-то пошла. Ну, вот это, типа, потом... Ну, нет, такой супергерой еще не как в Марвеле, такого нет. Но в целом они это подвели туда. Ну, он же там, когда этим зверем стал, и там в него и стреляли, и прутью он гнул, там, типа, такой, по стенам ползал. Зверяя. А какая способность у Джексона? Он, типа, умный дохуя. Бэт-мазафакер просто. Типа этот, как его... Вассермант? Да. Но он там, наверное... Александр Друсь. Да, да. Прикинь, Александр Друсь возомнит себя супергероем. И скажем... Ну, и он... Я Друсь, хорошо, не буйся. И он там это и говорит, что, типа, моя способность в уме. И он там реально такой дохуя умный, все там... Может логарифм взять? Может. А он может такой на доске что-нибудь писать, а потом такое подойти? Как бы посмотреть. Он может все. Ну, понятно. Ну, ладно, чертюля. Ну, вот если зеленая книга... Ладно, вкуснем. Это прям реально очень крутое кино, которое нужно смотреть, то это, в принципе, такое, типа, ну, посмотрел, молодец, не посмотрел, ну и ладно. Типа, если вот есть время и желание, можно сходить, ну, прям вот что и... Иди, давай, друг. Вот это вот там вообще... Т-34. Да. Да чё ты доебался до этого Т-34? Не знаю, мне прям не нравится чё это всё. Да ладно тебе. Да, блядь, не смотри просто. Кстати, я попомнил с Эмвелом Джексоном. Он же на самом деле реально, вот если посмотреть его фильмографию, он в какой-то момент, ну, прям реально пожадничал, походу. И типа, пиздец снимался вообще во всём, блядь, куда его позовут. Но, видимо, только этот, Квентин Тарантино может дать ему леща и сказать, блядь, делай нормальный. Не, ну здесь он нормальный. Потому что он много где играл вообще для мебели. Ну, то есть, как бы, кроме того, что ты можешь на обложке написать... Ты, наверное, там не старался, прям вот какой-нибудь Тарантиновский фильм смотришь с ним, ты прям видишь, что он такой прям, блядь, играет, играет. Ну да. Да. Рэпсодия. Да, собственно, мы с Артёмом посмотрели эту богемскую рапсодию. Рапсодию. Богемские рамсы. Про тюрьму. Продолжаем про трупов. Да, продолжаем про трупов. Собственно, ну это как типа такой вольный, очень художественный боёпик про группу Квинн. И в частности про Фредди Меркли. Не про группу, а про одного человека. Ну, это как бы не очень сильно я бы разделял всё. Ну, естественно, это как бы про него. Но так как он большую часть того, за что, собственно, его любят, провёл в группе Квинн, то как бы в фильме это тоже есть. Собственно, я, давайте сразу так скажу. Возможно, наши коллеги по другим подкастам более прошаренные... Про Наталью, не будем называть её фамилию. Наталью? Нет, я вообще про отвратительных мужиков. А они говорили про него? Да, но они такие типа, ой, там всё переврали. Вот это вот, знаешь, честно говоря, вот, Артём, вот сейчас так чуть-чуть отойду от темы. Вот помнишь наши с тобой, можно так, рамсы сказать, на тему фильма «Движение вверх»? Да, да. Мы досмотрели фильм «Движение вверх»? И на тему, собственно, этого... Посмотрел? Да, я не досмотрел. Короче, это неважно. Да, типа, ну как бы, это русский фильм, он такой сильно средний, даже ниже, но не в этом суть. Суть в том, что, типа... Это про хоккеистов или баскетболистов? Баскетболистов. А про хоккеистов, а это легенда. Да, да, да. Типа, вся проблема была в том, и вообще весь кипиш начался, когда, типа, Бэткомедиан сделал обзор. И как бы, основная претензия в этом обзоре, ну и вообще самая большая была, в том, что это все недостоверно, что это прочая херня. Я к чему это все подвожу к богемской рапсодии? Что я, как бы, блядь, что называется, свечку, блядь, рядом с Фредди Меркури не держал. И хорошо. Да. То бы ты повидал говна. Да, да, да. Причем, может быть, в прямом смысле. Короче, и вот эти претензии к художественному фильму, что, типа, ой, ну вы там вот это показали, а вот это не показали. Ну, типа, во-первых... Но он же художественный. Он, во-первых, художественный, а во-вторых, он там, ну, как известно, прошел через определенный производственный ад, в том смысле, что там меняли земля телевизор. Там, кстати, по фильму заметно, что что-то можно было упустить, что сделать по-другому. Он довольно рваный по сценарию, но, типа, я вообще, в принципе, с трудом себе представляю, как можно, типа, условно, о жизни людей, ты же должен пропускать время. Ты же не, типа, блядь, фильм, который, там, 70 лет реального времени идет, такой ты показываешь прям, он пошел в сортир. Только Зуев сможет смотреть такое. Короче, и потом еще в Инстаграм, да, эти сторисы создавать. Короче, типа, в общем, я сразу говорю, мне насрать, я, возможно, это вообще выдумка, ну, типа, и мне, в принципе, пофигу. Сценарий фильма хромает очень сильно, и это, ну, как бы, ну, хрен с ним. Что, как бы, хорошо в фильме? Хорошо играет вот этот Рами Малек, собственно, этого фаруха Фредди Меркури. Прикинь, Лыжник этого тоже не заметил, ты, может быть, ну, вообще, не знаю, в курсе, не в курсе, помнишь игру Антил Дон? Да, Фау Ватер Малек, да. Я не то, что не заметил, я не обратил внимания. Да, Я Робот еще, я понял, да, что это. Это, кстати, прикольно, то, что из игр кто-то приходит прям в фильмы и там на Оскары номинируется. Не то, что из игр, а он в Я Роботе раньше, чем в Антил Дон играл, да. Там, типа, прикол в том, что просто в Антил Дон собрали актеров, ну, таких недорогих, типа, ну, это не очень известно, ну, таких из сериалов. Ну, сериал, который, типа, ты не то, что там Сэма Лил Джексон позвал, а он только, чтобы тебе там в микрофон пернуть, скажет, 100 тысяч евро. Да, там же в Антил Доне еще играла вот эта блондинка, собственно, ну, которая там до конца была, ну, вот эта основная одна из героинь. Она же, типа, жена Кличко, блядь. Ну, только второго Кличко, который прям... Серьезно? Да, вообще. А у них фамилия Кличко? У нее вообще в оригинале была такая, типа, Пенетир, какая-то такая фамилия, но она же на Кличко, типа, только второго, который, ну, не мэра, который прям остался боксером. Это вот эта блондинка, которая такая... Хейден Пенетир, да. Симпатичная. А сейчас Хейден Кличко. А Лиза поменяла? Да, вряд ли. Они же иностранцы не любят, да. Короче, про богемскую Ирами Малека, то есть его актерская игра, в принципе, нормальная. А музыка, музыка, очевидная охуенная музыка в фильме. Это даже тот момент, когда они просто лицензировали это все, и им даже ничего не надо было делать, оно хорошо. И что на самом деле очень важно, это, типа, последние 20 где-то минут фильма, когда показывают просто такую прям практически бесшовную нарезку. Просто как они вот этот, это их лайф-эйд, типа, концерт был перед огромным количеством народа, и они показывают вот прям вот, типа, там, ну, несколько песен. Прям целиком, от и до, с такой довольно интересной операторской работой. Это заново снято, это, то есть не то, что концерт там 70-го в каких-то годах. Да, да, да. Да, то есть они настолько заморочились, что... Я не удивлюсь, если у Квинов есть какой-нибудь девидюк, который, типа, они прям переделали, восстановили. Ну, то есть, смотри, допустим, там в течение фильма, ну, как бы с течением, с набирающей популярностью этой группы, они показывают, типа, клипы группы, но они их, как бы, пересняли вот с этими актерами. И, типа, прям максимально пытаются попасть, там, выводы, фильтры, эффекты, там. Такая же хуйня была с горе-творцом, когда они высоветовали из комнаты кадры. Да, 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 да. И, собственно, да, ну, то есть фильм, короче, вот в моменты, когда идет про музыку и показывают какие-то выступления, и вот этот момент в конце, он прям очень хороший. Все остальное хромает, в принципе, то есть, как бы он местами, блядь, очень проседает, местами вообще непонятные вот эти перемещения сценария, то есть, показывают эту фигню. И потом такие, спустя год, ты такой смотришь, ты такой, блядь, это вообще с хуя только что было, почему она так решила, почему он себя так ведет. А там, знаешь, как будто просто в фильме что-то была сцена, а ее убрали, поэтому дальше чуть-чуть непонятно. Да, да, да. Ну, то есть, какие-то важные, на самом деле, для сюжета и для истории этих, собственно, и персонажей, и людей живых, вещи, они такие подаются, типа, такие, просто, вот тебе это как. Данность, короче, идем дальше. Ну, ты, может, если бы, кстати, увлекался бы творчеством и историей группы Квинт, либо, скорее всего, бомбил больше бы еще, вот. Ну, а может быть, ты такой, типа, а, вот оно вот, тасс. Плюс, что, как бы, нам показалось с Артемом очень плохим в фильме, это то, что видно, что они, ну, как бы, это художественный фильм, и по задумке прям видно этого художественного фильма, Фредди Меркури, он, типа, пиздатый пацан. То есть, он хороший парень. Это Моргии-то показывают? Нет, это я к этому сейчас и веду. Типа, они показывают его как хорошего парня, и даже когда он делает не очень хорошие вещи, там, типа, уход, там, из группы и так далее, это все показывают так, как будто, знаешь, бес повынтал, да, его кто-то там на это навел. А он такой сам дурачок, типа, не в курсе, и он, на самом деле, все время за музыку и за творчество ратовал. И при этом, как бы, тема того, что он гей, ну, они ее не могли... Вообще ни раз, скажи так. То есть, там, никаких оргий, никаких пьянок, вот этой, знаешь, жизни рок-н-ролла и, собственно, истории про, собственно, Меркури и Квинт, какие там у них адовые вечеринки были, этого ничего нет. Знаешь, такое ощущение, что какой-то возрастной ценз пытались выдержать. Скорее всего. А у него какой? Я не знаю, какой у него, даже у нас, но можно потом посмотреть. Но, скорее всего, у них он там под PG-13 попал, потому что там вообще ничего не показали. Ну, то есть, там, максимум, поцелуи, там, мужиков и... Усаток. Да, и при этом, ну, типа, оно так, сейчас это уже в Америке, например, не канает за нарушение каких-то... Там даже сисек нет. Да, то есть... Так это ж про геев, какие сиськи. Не, ну, он же вначале-то там вообще еще с бабами пехался. Да? Да. Типа, не стопроцентный пидорюга. Да. В общем, короче, и типа, как вот, ну, Артем где-то читал, что его же должен был Саша Барон Коин играть. Да, я хотел об этом сказать. Скажи. Попозже. Ну, а, ну ты закончил свою мысль? Я хотел сказать, что я больше думал, когда этот фильм делался, что это будет прям такой, типа, про него фильм. Знаешь, а-ля, на уровне какого-нибудь там Волка с Уолл-стрит, что покажет вот эту вот всю грязь подноготню вот этих вот групп, которые ездят в туры, блядь, в автобусе, там куча баб, все в коксе, и они там тусят, блядь. Я вот подумал, что будет вот что-то прям такое, и я прям думал, бля, это будет охуенно. И потом еще были же вот эти вот новости, что типа Саша Барон Коин, его чуть ли не утвердили, это который Барат, Рума, и Ежи с ними, типа, на главную роль вот как раз-таки Фредди Меркури будет. Вот, а Саша Барон Коин в какой-то момент, я даже читал про это, что он такой, типа, сказал, блядь, нет, я нихуя не согласен с видением режиссера и вот всего продажа. Вашингруппа, типа, и он такой, я не хочу в этом сниматься, идите нахуй, и ушел. И вот вместо него взяли вот этого чувака. Я думаю, как раз это связано с тем, что... Может, он и хотел, чтобы был трешак? Да, 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 вот как раз, ну, явно он хотел, чтобы был какой-нибудь трешак, чтобы вот прям его роль была. Но это все завернули и сделали, как, знаешь, такую биографию, блядь, просто про хорошего парня Фредди Меркури. Что, с одной стороны, вроде как и хорошо, что его показывают хорошим парнем, а с другой стороны, блядь, ну, чуть-чуть неправда, чуть приврали. Хотя фильм от этого не страдает. Ну, я еще раз говорю, а... А, нет, хотя нет, страдает. Может быть, он, если был бы вот с наркотой, с шлюхами и пиздецом, может быть, он был бы более интересный, ну, в плане, в режиссюре, в постановке, блядь. Он страдает, очевидно. Просто в фильме нихуя ничего нету, кроме вот этих вот музыкальных сцен и актерской игры одного человека. Ну, это уже на самом деле неплохо. И, как бы, на самом деле, ну, прикол-то в том... А, может, есть. Я не смотрел. Ты же как этот, блядь. Я тоже не смотрел, но я знаю, братан. Ты как тот критик, который не смотрел, наслуждаешь. Нет, нет, это обзор игр по скриншотам. Это панамас стайл. Короче, я просто к тому веду, что, ну, это нужно воспринять как некую, ну, как бы, изначально творческую задумку. То есть, в фильме, то есть, он, может быть, там, Кирова порезан с точки зрения монтажа, там, у него есть проблемы с сценарием, но, очевидно, то есть, то, что, допустим, ты хотел увидеть, там, Орги и пиздец, этого, как бы, в изначальной задумке не было. То есть, они показывают Фредди Меркури как такого, прям, пиздец-творца. Там доходит до таких символических моментов, что он же, ну, типа, когда узнал, что у него спит, что он скоро откинется, он, типа, пришел к родителям и, как бы, даже там никаких, типа, чувств к ним особо не проявлял, но он, как бы, когда на сцене, когда он, типа, творит и когда он, ну, выступает, у него, ну, он раскрывается значительно больше, ну, со своими чувствами и так далее. То есть, тут вот именно раскрывали вот тему, что он сам не очень понимает, типа, как это вот, ну, то есть, он, там, пытается в течение фильма вроде как быть со всеми молодцом, но, как бы, остается, типа, одиноким. Хуисосом. Да. То есть, ну, он, я говорю, причем, неважно, был бы фильм, условно, с Сашей Бароном Койном и с Оргиями, те песни, которые они, там, собственно, отыгрывают, впрочем, оно бы, вряд ли, изменилось бы. Ну, да. То есть, это действительно, ну, прям, круто, потому что, я говорю, вот, последние 20 минут, это то, ради чего, в принципе, стоит этот фильм посмотреть. 20 минут, там еще прикольно, когда они показывают, как они записываются. Да, 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 то есть, ну, там есть хорошие вещи, как бы, есть, ну, как бы, плохие, но, в целом, как бы, я говорю, мне кажется, если бы в этом фильме просто они бы оставили только вот эти песни, он бы уже, как бы, хуже не стал, потому что, ну, это реально великая группа, и у них, как бы, они много чего сделали хорошего. Тут чего не скажи. Ладно, будем ждать фильм про Ози Осборна с пиздецом и шлюхами. Ну, кстати, там в комменты читал к предыдущему выпуску и сказали, что огонь новая тема, ну, новая наша рубрика, которая называется «Я не смотрел это, я дебил». Она так, да. Ну, в случае с предыдущим фильмом, да, с этим, наверное, дебил можно убрать, потому что никто не смотрел. Короче, фильм, который постоянно за него топил Загудаев, мы сегодня часто мужиков вспоминаем. Собственно, фильм Пола... Пола Верховина? Пола Томаса Андерсона. Это который Resident Evil снимал. Нет, это другой Пола Андерсона. Пола Андерсона, это же хуй, который сказки делает. Нет, там программ «Христиан Андерсон», ты что? Короче, Пол, Ганс, хуй, разберешь этих европейцев. И шведы одни там. И шведы ебутся в жопу. Там в Швеции две фамилии, Карлсон и Андерсон, и все. Бля, это страна Карлсон. Если ты первый, то ты на крыше должен жить, блядь. У них еще пипин короткий был. Ну, может, он тоже был Карлсон или Андерсон. Это король, что ли, пипин короткий, бля? Надо же такой куню. Ты что, в школе, в горах? Пипин. Блядь. Ну, давай, Себастьян Бахштрал. Короче, режиссер Пол Томас Андерсон. Он снимал всякую такую мутную, типа, ближе к авторской фигне. Ну, то есть, даже ничего не могу вспомнить такого великого. Короче, фильм «Нефть», который в оригинале назывался «There will be blood». Блядь, как это произошло? Как из этого названия получилось «Нефть» в России? Там про нефть-то хоть что-то есть? Он про нефть. Но, как бы, типа... Старый фильм? Две тысячи, типа, седьмого, по-моему. Да, он здесь старый фильм. Короче, там снимается тоже такой очень нишевый актёр, Дэниел Дэй Льюис, который, ты, возможно, слышал эту историю, опять-таки, у мужиков рассказывали, который, типа, давно уже не снимается и стал сапожником, блядь. Ну, типа... А, и, типа, который дохуя пиздатый. В Омске? Теперь уже присел. Которому сосали за Айфон школьницей. Руки, ты такой реально, короче, крутой актёр. Тебя многие хотят видеть в своих фильмах, но ты такой, говорит, я пойду в Омск быть сапожником и буду обещать школьницам Айфон. Короче, что за фильм? Действия происходят... Про геологию, походу, да? Мой любимый жанр про геологию. Отчасти действия происходят в конце 19-го и начале 20-го века в Соединённых Штатах Америки. Можно сказать, Red Dead Redemption. Ну да, там как раз же у них был вот этот вот бум, что, бля, ебать, можно качать из земли, получать бабло. Собственно, главное... Ну, типа, как новое золото. Да, собственно, главное... Черное золото его и назвали. Да, главный герой, вот этот... Я не помню даже, как его там, у него какая-то сложная английская фамилия, не суть. Ну, его Дэниел зовут так же, как и актёра. Он такой талантливый, типа, как вот этот... Я не знаю, в то время, возможно, не называли их ещё геологами, но он вот, типа, первопроходец в этой теме поиска нефти. И он начинает... То есть, там, первый момент фильма, начало показывают, где он такой ещё помоложе, прям там сам копает, типа. А потом он уже такой, как бы, организовывает эту всю тему. И весь фильм и вся его завязка, она вокруг того, что ему капнули, ну, сказали, рассказали о том, что есть там какие-то районы, которые, там, неплодородная, каменистая земля. И они... Ну, типа, потенциально. И, типа, участков там, ну, стоит всё копьё, но, типа, там из-за землетрясения нефть выдавила наверх, и там оказалось, что до хера нефти, типа. Ну, я сейчас, может быть, не очень правильно объясняю. Возможно, там это, как бы, не очень довольно фантастично. Я не геолог, мне насрать. Что, как бы, в этом фильме важно? Важно, собственно, тут, как, знаешь, фильм одного актёра, собственно, этот Дэниел Дэй Льюис охеренно отыгрывает. А человека, который с течением фильма, ну, становится сукой. Сучился и охуел. Дача Вандерлинда такой, знаешь, локальный. То есть, как он, ну, знаешь, там, на уровне жадности, на уровне того, что ты хочешь все деньги получить, что там, как вот эта нефть вся застилает глаза и прочее. То есть, он поначалу такой прям, то есть, он такой очень прошаренный, рациональный персонаж, но он с течением времени, ну, из определенных событий начинает, ну, какие-то такие прям делать не очень крутые поступки. Да, он в бандах Нью-Йорка, вот, собственно. Офигенно играет, прям, при том, что фильм, вот, как в те годы, в общем-то, я что-то вспоминаю, на самом деле, вот эти первые десятилетия двухтысячных, там все годы, все фильмы были такие, ну, более тягучие, что ли. Ну, то есть, сейчас они такие более какие-то динамичные. Ну, и это и фильм такой еще, то есть, ну, ты его смотришь, прям интересно, то есть, прям интересно наблюдать за всей этой историей, прям интересно, какие там проблемы у этих нефтедобытчиков, там, какого-нибудь там чувак внизу ковыряется, там, что-то... Интересные проблемы у нефтедобытчиков. Не, ну, а что, в те времена, они же там, ну, условно, там, из говна и палок там это все делали, там, допустим, чувак что-то внизу ковыряется, а сверху что-то делают, у них там отвалилась такая здоровенная херня, и упросто заебашила, короче, она упала вниз. Да, это нормально. Вот, там, то, или они там бурят, типа, попали, блядь, на... Бурят. Бурят. Ну, бурят, типа, и, типа, попали в, как это называется, сколько же газ, типа, пошел, и, типа, там, пиздец, все загорелось, ну, ад вот так. Ну, в общем, очень хорошо показывают то время, то есть, ну, знаешь, как, вот, ты играешь в роддет, ты веришь, как бы, и там ты тоже веришь, то есть, хорошие декорации, вся вот эта тема, как они вот такие все в грязи, там, вот эти, знаешь, там, плевать вот надо. Ну, то есть, хорошо показан мир, и, ну, говорю, главное, это вот этот главный персонаж. Грязи и пьяные постоянно. Они, кстати, там не очень пьяные. Хотя это Америка, это не Россия. И не очень стреляют, на самом деле, хотя странно. Ну, я просто после роддеда у меня уже деформация относительно этого сеттинга, вот, но, типа, там, грязно, вот это, знаешь, все такое по-простому, типа. Ну, вот я был тогда. Могу рассказать историю про охуенного буровика в тысячный раз. Не надо. Короче, я, Викторий, в жену ебать побежал. Тем более не надо. В общем, фильм... Но жену же. Не в жену, да. Хороший. То есть, вот, я говорю, я для себя открываю такие вещи, что ты, типа, блин, какой-то фильм 2007 года, который идет, причем, до хера для тех моментов, то есть, он там идет, типа, два с половиной часа. И тебе интересно, то есть, ты сидишь и смотришь. Прямо все два с половиной часа ты сидел и смотришь? Ну, в принципе, да, да. То есть, он, он, как бы, достаточно у него, несмотря на то, что там, в принципе, все происходит, там, условно, в одном месте, но какая-то динамика есть, и я бы не сказал, что я там сидел, скучал. То есть, мне понравилось. Ну, как бы, за этим всем интересно наблюдать. Вот, так что советую. Нет, он, 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 на самом деле, очень, ну, не всем может зайти. Это надо записать в, как... А, в долговой список. Да, да. В список того, к чему ты никогда не вернешься. Не, я, кстати, вот... В фильме так делать легче. Нет, потому что у тебя времени гораздо это меньше занимает, и я так потихонечку из списка из этого вычеркиваю то, что я хотел посмотреть, но еще не посмотрел. Ну, фиг знает, мне обычно все ограничивается тем, что я залезаю в Омбикс, а там что-нибудь новое вышло, что я смотрел. Ну, а что ты новое, новое, выходит, вот сейчас откроет Омбикс, там вообще ни хера нет, как в кинотеатрах. Омбиксный путь, каратель. Ну, это сериалы, ну, это немножко другое. Кстати, о сериалах. Netflix. Я посмотрел свежий сериал Netflix, который в январе, собственно, вышел, и который, ну, довольно такой хайповый был в каком-то моменте, ну, он, типа, короче, который Sex Education, может быть, слышали? А, очень, да, да. Короче, типа, он в российском свободном интернете пока еще очень сильно по-разному переводится. Я встречал вариации сексуальное, собственно, образование, половое воспитание, и я даже встречал перевод «Все о сексе». Вот, и я такой, я, позвольте, буду говорить о нем как по-английски Sex Education. Короче, это свежий сериал Netflix, типа, первый, единственный пока сезон, по-моему, 8 или... 8, да, серий всего, где-то поменьше часа. О чем сюжет? Это, типа, более, ну, скажем так, помните, блин, ну, как бы, если совсем вот издалека, фильмы, типа, «Американского пирога», ну, когда про каких-то школьников-старшеклассников, у которых, типа, навязчивые идеи связаны и съебли, они девственники, и все дела, вот. Но только, вот, типа, переложенная более на современный лад с определенными, там, вопросами. То есть, это современность. Действие происходит где-то у... С соцсетями. Как я прогуглил, где-то у Уэльси. У Уэльси. Это Британия? Ну, Великобритания, да. То есть, там какая-то такая школа, и там, вездец, они где живут, там такая красотень. Собственно, там английский юмор еще нет? Нет, нет, он, на самом деле, очень как-то... Про дворецкого. Он очень американский такой, по-виду сериалу. А его англичане снимали? Не знаю, может быть, и американцы, не знаю. Но он, типа, вот, Англии там вообще не верил, мне просто стало интересно, и там очень прикольные, красивые, вот, окружения. Там, то есть, у главного героя, он, например, такой на балкон выходит, и там такой пиздец, типа, холмы, леса. Он балкона сып? Нет. Блядь. Зачем ты про это рассказываешь? Короче, я объясняю, ну, типа, о чем, собственно, сериал. Типа, главный герой, он... Не умеет пользоваться балконом. Да. Во-первых. Во-вторых, он, типа, школьник-старшеклассник, и, ну, такой, типа, пиздюковатый, ну, прям, такой некрупный девственник. Вот эти все темы. У него мама при этом, блядь, ее играет Джиллиан Андерсон, это Скарли из X-Files, и она, короче, блядь, выглядит нахуй лучше, чем когда она в X-Files снималась. Да, она там, она вот буквально там, я ее тоже фотки смотрел, она после двухтысячных, она такая пиздец. Может, она это сходила на реставрацию? Кстати, тоже Андерсон вышла. Да, кстати. Да они там все такие, я вам говорю, блядь. Короче, его мама, он живет со своей мамой. Она, кстати, англичанка. Ну, наверняка. Она вообще шведка, походу, судя по фамилии. Нет, она прямо англичанка, потому что в Гранд Туре, по-моему, в первом сезоне, или в Топ Гире еще, когда эти трое были, у них там был отдельный такой, типа, мы зовем английский, а в Гранд Туре не было этой точно хуйни, потому что им нельзя было. Они такие, мы зовем английских актеров, и там Андерсон, еще кого-то звали, то есть она такая прям англичанка. Короче, она, ну, в чем, собственно, завязка сериала? Она, типа, профессиональный сексолог. И она к ней приходит прям на дом, у нее кабинет есть, типа, решать всякие проблемы. И у нее весь дом нахуй хуй. И, короче, вот это все теми всякие камасутры поривая. И она, типа, постоянно, ну, можно сказать, давит, блядь, на своего ребенка в том, что, да ты че, это нормально, ты вообще там, типа, если у тебя полюция ночная была, то это вообще не парься, ты мне можешь рассказать. А он, как бы, из-за этого комплексует. Но он так, как, видимо, блядь, ну... Блядь, криповая хуйня. Не-не, это... Это комедия вообще? Да, да, да. Собственно, это все еще завязка, я, как бы, к основному не подхожу. И получается такая херня, что он, там, одна девчонка из школы с, ну, такая, типа, бунтарка типичная, вот, они, короче, организовывают, ну, там, так, как-то складывают сюжет, что они организовывают, типа, как бы, платные сексуальные консультации для, типа, учеников. Ну, и он там, типа, разруливает всякие людей проблемы. Ну, и это вот, как бы, кор, типа, как сюжет. Плюс... К нему со всякими пиздецами, типа, приходят. Ну, да, там, типа, бля, мы, там, ебемся со своим парнем, а я не могу кончить, типа, почему? И, типа, вот, как бы, в отличие от того же, там, условного американского пирога, здесь, ну, видно, вот эта гласность, она дошла до большего уровня. Ну, я, как бы, хер знает, что сейчас в школах, и, в частности, у Эльси происходит, но там у них какой-то пиздец. Они, походу, там все ебутся, короче, прям, направо и налево, и у них вообще только об этом и мысли. Я не знаю, я, блядь, в Counter-Strike играл, как бы, с ботами. Да-да-да, в компьютерном клубе. Типа, вот. Ну, довольно прикольно. Как бы, забавная история в том, что, ну, у меня есть такой, типа, бзик, когда я что-нибудь смотрю, и я такой, бля, какой-то актер или какая-то актриса, бля, дай там... Про Уэльс читал? Про Уэльс читал, бля. Этот, короче, в АМДБ, типа, полезу, посмотрю. И очень забавно, что если не считать Джиллиан Андерсон и, собственно, вот этого ее сына, который такой пиздюк, он, ну, много где, на самом деле, снимался в каких-то фильмах про пиздюка. Вот. Там все остальные актеры, практически все, это, типа, такой, знаешь, как, захочешь на МДБ, это вообще, типа, первое место, где он снимался. Ну, типа, до хера, короче, свежака нагнали. Я так понимаю, что, бля, Netflix вообще такую хуйню любит. Да-да-да. Ну, в принципе, как бы, ну... А чё, им и платить не надо много, и, типа, всё хорошо, они постараются, все бьют, все дела. Короче, нормальный такой сериал, веселенький, единственное, что, ну, немножко его клонит, знаешь, как, вот, видимо, после, опять-таки, Netflix-овского Stranger Things, видимо, как-то стал очень популярным, делает сериалы про детей. Шутки-то про мамку есть? Ой, да хуя, целое множество. Вот, и, как бы... Камео Хованского. Как бы, минус, минус фильма в том, что, ну, вот, говорю, что, типа, там, всё это такое околошкольное, и, несмотря на то, что там достаточно такие, ну, как бы, взрослые темы поднимаются... Ну, уже такое может не зайти. Да-да-да, может не зайти. Плюс проблема в том, что, видимо, современная гласность и определённые тенденции, то есть, там, показать пидоров, блядь, это нормально, ну, то есть, у него там, собственно, у главного героя кореш, нигер, пидор. Бля, а нигеры все, что ли, такие? И он, типа, ещё как петух такой, как, даже не петух, а как павлин такой, постоянно ходит, блядь, одевается такой пиздец в такое супер, блядь, такое яркое говно. Вот, а под конец он уже начинает, там, чуть ли не все глаза мазать, серёжки одевать. Ну, короче, блядь, это, видимо, сейчас нам уже от этого никуда не выйти. Как РХБ. Да, 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 вот. Но в целом, как бы, в принципе, смотрится легко, как бы, если говорю... Блин, ну, если комедии, надо попробовать. Ну, как, здесь вот опять моя любимая тема, типа, смотришь первую серию, зашло-не зашло, там другого не будет. Ну, типа, вообще всё честно. На эту тему, кстати, и продолжая, там, Вэльс, не Вэльс, но Англию, я тут посмотрел пару серий сериала Хулиганьё, это... Хулиганьё! А какой там оригинальный? Блин, хулиганьё, я не помню. Ну, ладно, там типа... Хулиганьё? Ну, у нас да. Это как, знаешь, есть такое слово жулик, а есть такое... Мне очень нравится слово жулик, а есть ещё жулиё. Да. А и вот этот фильм, это тоже, там, Англия, вот такие, но тут уже, там, не то, что Вэльсы, там какая-то, я так понимаю, такая более-менее элитная школа. Там, да, какая-то закрытая, там, Мурдейл она называется. Я так и не понял, она вымышленная или настоящая, но там вот такая, знаешь, как школа, ну, она не то, что закрытая, но там, ну, я говорю, там, пиздец у них красиво, короче, ну, вот это такие поля, леса, вот это всё. Мой любимый вопрос, тёлки-то нормальные там. Блядь, вот с этим плохо, реально, откровенно, плохо. Вот что-то в последнее время не то, с кинематографом. Да, там Джиллен Андерсон такая, прям, несмотря на то, что ей там уже как сютки, ну, блядь, наверное, вот. Под 60, да. Вот, но она прям очень в этом фильме ебабельна. Она ещё такая постоянно ходит, она ещё, понимаешь, там очень много... Мне нравится фраза «ёбкая». Да, там очень много сериалитических моментов, когда она, типа, такая, знаешь, как раскрепощенный сексолог, типа, она об этом всегда говорит, ей похуй, и она постоянно вводит к себе мужиков поёбываться. Разных, вообще-таки, на один раз. А пацан, он как бы, ну, просто такой, блядь, его это пиздец смущает, и там он такой, блядь. В общем, глянем. Да, нет. Да, можно попробовать. Можно попробовать, да. То есть я вам, я не обещаю, что это, типа, будет прям супер-супер заебись. Блин, про школу, кстати, тема, она такая уже, когда ты такой вот это всё закончил, даже, ну, там, ладно, ещё в институте это могло бы прям хорошо заходить, а ты такой, когда вот это смотрится, оно, ты как, блядь, ну, ладно. Ну, как бы, вот у нас со мной девчонка работает, ей, типа, 18, вот, блядь, ей вообще очень понравилось, типа, ну, как бы, ну, в том смысле, нет, ну, просто надо от этого отречься в том смысле, что, ну, блядь, там, Stranger Things, там тоже, как бы, про это, ну, там такая гиковая более тема, потому что они там берут эти 80-е, и, как бы, расчёт на как раз тех людей, которым уже сейчас много лет, которые были пиздюками в то время, это нормально. А здесь сейчас немножко другая тема. Здесь как раз для молодёжи сериальчик. Да, но при этом они, кстати, очень странные, я не знаю, как-то взяли, допустим, блядь, ну, не знаю, там, американский вандал, особенно вторая, второй сезон, он прям полностью, знаешь, вот на, там, на вот этом интернет-мире, типа, там, Инстаграм и соцсети, типа, здесь я некоторое время смотрел этот сериал, я вообще не мог вкурить, они, блядь, в каком году вообще, потому что просто... Это где-то такой же, такая же херня была. Ну, это было в, там, It Follows, типа, ужастик, нет, здесь они, как бы, не скрывают, что это современность, у них, блядь, там, в Switch играют, блядь, вот, но, типа, как-то, то ли это по сюжету, то ли у уэльских школьников так, то есть они не сидят такие, блядь, постоянно в телефонах, там как-то это вообще практически не обыгрывается. Это чопорные англичане просто. Чопорные, да, блядь. Ну, ебутся, блядь, как черти, вообще все со всеми. Ебутся и по дисковому телефону. Там ещё есть охуенный персонаж. Такие, по такому, не просто дисковому, а такой, знаешь, у которого отдельная хуйня, ты влезешь. И он на стене такой влезет. Там ещё, короче, есть персонаж, девочка, типа, которая, типа, ну, такая, блядь, ебанутая, но у неё какие-то навязчивые идеи, что ей надо поебаться, и она, типа, сидит, рисует комиксы, и там комиксы... С хуями? Да-да-да, там такие, как Тинтак или какой-то Танако, или как его, блядь, это... А, есть дерево с хуями. Там есть всё, она просто такая, блядь, хуи, хуи, критик, космо там какой-то, космо ебля, такая происходит. Блядь, это очень сложно представить, но... Ну, ты посмотри, там просто иллюстрации наглядные будут, вот. Вот. Да. Хулиганьё, я не договорил. Хулиганьё, точно, извини. Это, наоборот, фильм про такое низшее сословие английской вот этой жизни. Лондон? Да, не, не Лондон, то есть какой-то такой пригород, но такой дешманский, откровенно. Был, похоже, сериал, его ещё закрыли. Фанатьё, по-моему, тоже у нас его переводили. Там такие, вот. И здесь такие два школьника распиздяя, в какой-то там школу ходят, черепицу воруют, продают ещё чего-то. Черепицу? Черепицу? Блядь, я сегодня, короче... Черепица. Слышь, у меня, блядь, просто что, быстро, у меня аккумулятор, типа, сел на тачке, я его снял и принёс домой, типа, позаряжать. А я, знаешь, что решил, ну, я сейчас тачкой не очень часто пользуюсь, я его просто оставлю дома пока. Это нормально. Когда тачка понадобится, я прям такой, с аккумулятором, противоугонка, знаешь, типа, такой, во, этот грабитель начнёт, а у меня там, блядь, этот, есть замок на коробку, он там пока подъебётся, потому что машину надо откопать, чтобы выехать, а у неё ещё аккумулятора нет. Типа, попробуй, блядь, угони, сука. Хулиганьё. Ну, сериал, кстати, вот, справедливости ради, получилось-то вон такое, я вот посмотрел пару серий, и прям так, как-то, грустно там всё. А в чём грустно, что у них хуёвая социальная среда? Нет, это-то херня полная, это полностью комедигруз, но в том, как всё это снято, там шутки, ну, как бы, он такой прям, ну, не очень. Это как раз тот случай, как ты говоришь, что ты первую серию посмотрел, зашло и не зашло, хотя его так, ну, прям, вот, даже у нас в интернете его так некоторые сообщества там педалируют, типа, блин, смотрите, вообще хорошо. Мы с тобой его, кстати, видели на Onvix, и на твоём, типа, тоже хулиганьё, там, вообще он там, да, в новиночках был, но, блин, он реально такой прям, не очень. Хуйня. Не смотрите хулиганьё, смотрите вот про Вэл. Нет, а тот, он, кстати, ты такой, типа, ты, блядь, я расскажу про сериал, а хуйня, заебись, типа, такой такой, ну, поговорю, хуйня. Нет, подожди, а почему нет, от обратного, мы могли бы смотреть, сходить в кино, в какой-нибудь фильм, и сказать, что это говно, мы вас, как бы, предупреждаем. Да, тут, тут тема, но, тут единственное, что, там, вот, у тебя по часу, да, почти серия, тут серии, типа, 20, ну, полчаса, как говорят, чуть меньше. То есть, в принципе, можно посмотреть одну серию на полчаса, и из серии, как ты говоришь, новая рубрика, я никогда не смотрел. И я дебил. И я дебил. Ну, как бы, я это смотрел, я об этом знаю, и думаю, вы смотрели, я просто сейчас напомню, наверное, мало кто из наших зрителей эту хуйню смотрел, был какой-то сериал тоже про школьников в переростке. О, хуенный фильм, мы с тобой смотрели, у них ещё два полнометражных, у них есть два полнометражных. А я, кстати, полнометражку помню, либо я не смотрел, либо мы просто были пьяны, и я не помню. Это же вообще было так. Это был, это вот охуенный сериал, прям ржачный пиздец. Это, кстати, охуенный, то есть Inbetweeners, он по-английски называется, тоже про англичан. Где они ещё на этой нахуёвой машине, типа, такие едут, move, bitch, get out of the way, get out of the way, get out of the way. У меня была история с этим фильмом, что я посмотрел вторую часть полнометражного, блядь, с тобой, у тебя, после этого посмотрел, блядь, весь, там, по-моему, два или три сезона. Они ещё причём такие, а-ля, типа, по 20 минут, чтобы что их как семечки всё закончилось. Вот, и потом ещё мы посмотрели первую часть полнометражных, они реально все заебись, вот, переростки вообще охуенные, я вообще рекомендую. Да. Помнишь, мы смотрели вторую часть, они там куда-то на отдых, блядь, ездили на корабле, блядь, типа, там, да-да-да. Нет, блядь, я чё-то, я помню, но мне кажется, что это сериал из сериала. Там, типа, про четырёх друзей, один вообще такой дебил, один такой... Длинный. Один такой, типа, пиздец, типа, или их трое, я не помню. Блядь, их, по-моему, четверо, а то и пятеро. Четверо, да. Один такой, типа, знаешь, такой постоянно выёбывается, что он все папы ебёт, типа, да. Один, типа, такой, да я ебусух. Да-да-да, на самом деле никого не ебёт. Блядь, другой, типа, просто тупой, но ему дают. А третий, он такой, типа, ну, собирательный образ, который пиздестрадалец. Нет, там, один, типа, ботан, а второй, у него там есть тёлка, и он, типа, постоянно с ней, там, сначала тусил, а потом пиздестрадал всё оставившееся время по ней, типа, ну, в общем, такая тема. И я ещё вспомнил сериал-ситком. Тоже хуёвый? Нет, хороший в этот раз. Такой, с Чарли Шином? Нет. Ты у нас вон человек? Нет, нет, нет. Ты знаешь, как, типа, а в этом сериале, типа, снимается Джиллен Андерсон, и они про пришельцев? Нет. Нет. Дело происходит в Германии. В современной. Немецкий сериал? Да. Кобеляш. Называется «Турецкий для начинающих». Это такой... Ты про шаурмейш? Ты чё, блядь? Ты чё про шаурмейш? Ты что? Турецкий для начинающих? Да. Это может такой перевод? Окей, давай рассказывай. Нет, это прям «Турецкий для начинающих». То есть там вся фишка в том, что... Про шаурму? Нет. Есть семья, где, типа, ну, родители и две дочки. И там получилось так, что, типа, мать и одна дочка — это такие вот современные европейцы, раскрепощенные. Там вот там мать, она тоже такая, типа, как вот ты говоришь, этот сексолог. А отец и вторая дочка — это турки. Такие вот, ну, такие прям, типа, с исламом. Индопингеры. Там такие, там, отец строгий, дочка такая, не-не-не, там ничего нельзя до свадьбы. И вот весь сериал строится на вот этих тоже противоречиях, что, типа, одна такая дочка говорит, надо там идти в клуб, тусить со всеми ебаться. И, типа, ну, и мама такая, ей дай, доча, иди, и свою сводную сестру возьми. Какого года сериал? Это он, ну, две тысячи какие-то, вот. А где ты его смотрел? Блин, в интернете. В те времена не смотрел. Нет, в те времена... Причем его у нас показывали, и там перевод как бы нормальный есть. Нет, нет, в смысле, я ничего не слышал вообще ни разу. Не, ну, это такой сериал, ну, просто, я почему вспомнил, потому что он, ну, как бы такой, он в Германии там прям был много на что номинирован. А, а много сезонов, не знаешь? Там два или три, там серии по полчаса, но это прям такой классический ситком. Просто, я говорю, вот, Inbetweeners, о которых мы говорили, вот эти переростки, это же тоже, ну, то есть, типа, ты реально там проведи сейчас опрос среди нашего населения, и, типа, никто ничего вообще не слышал о нем. А он реально... Ну, там единички будут какие-то. Ну, да, но он прям реально прикольный. Ну, типа, прикольный, и они потом, вот, говорю, довольно два прикольных полнометражных фильма сняли, которые, ну, прям... И вот у них тоже есть один полнометражный. У меня прям ассоциация с полнометражным. Они тоже вроде, у них были сериалы, фильмы. Тут наоборот было. А потом они такие... Вот. В общем, вот, турецкий для начинающих, как хороший ситком, я прям советую, его можно вот по вечерочкам смотреть, там, за ужином ты сел, хочешь чего-то такого легкого пространства. Простого. Столовое. Да. О, и... Кстати, легкого, простого. И сидишь такой на полчасика, как раз, пока поел, посуду помыл, вот у тебя полчаса прошло, серию посмотрел. Бля, охуенно сегодня сижу, бля. После вчерашнего. Давайте, бля, да. А, кстати, вот какую тему, прежде чем перейти к этим вашим играм с ссаным, короче... Еще же игры. Ссанные игры, бля. Ну, там не так уже долго. Собственно, хотел бы вот какой задать вопрос нашим слушателям и, может быть, даже зрителям. Мы вчера были на концерте славной группы Ландыша. Диск не купил за 500. Бля, засал. Я зато, сука, вас на такси привез за 500. Бля, да. Короче, а так бы пешком поперлись бы. И уже... Ой, извините. И уже в бар бы не попали. Ты должен был пророгать Сен-Дени. А Аннезбург. Короче, типа идея какая... Идея, знаете, как хорошая идея приходит после. И только самые ведь... Умные и хитрые. Хитрые и самые преданные. Ловкие и умелые. Джунгли зовут, да. И самые преданные наши слушатели и зрители дойдут до этого момента в подкасте. Собственно, поэтому вопрос, который уже мне пришел в момент концерта. А вот если бы мы нашим московским, блин, зрителям и слушателям заранее бы сказали, что мы идем на этот концерт, и вы бы тоже пришли, и мы бы там водочки бы хлопнули все вместе. Как вам такая идея? Напишите, а? Да. Короче, эти ваши игры, вонючие, Кирилл... Прошел. ...элитарно получил возможность первым пощупать ремейк Resident Evil 2, который мы, кстати, демо-версию стримили. Да. А потом еще и просто Resident Evil 2. Приходите, кстати, на стримы, это было очень весело. Четыре часа. Там Сережа еще был герой. Четыре, блядь, часа, пиздец. Так вообще, как одно мгновение. Да. Как полжисти. Это еще одна причина, почему вы должны на наш паблик в ВК подписаться, потому что только там, в общем-то, адекватно можно узнать о том, что... Ну, и на Ютубе тоже, но... Типа, короче, у нас бывает так, что мы сами не знаем, и типа такие, завтра стримим, вот. Делать не мой стримим. Это так чаще всего и бывает, на самом деле. Короче, Кирилл поиграл в Resident Evil 2 ремейк. Рассказывай. Я в восторге. А-а-а. Да. Бля-а-а. Ну, вообще... Неожиданно. Нет. Может быть, игра бы хуйня. Как повернулся. Или я такой... Нет, мне вообще не понравилось. Я в классику-то вот именно вот в эту, с танковым управлением на PlayStation. С танковым управлением. Не играл ты, короче. Не играл. И мне было тем более интересно вот погрузиться вот в ту атмосферу. Причем они там по сюжету сделали, что это вот тот, там, 1998 год еще. И это как раз очень крутой момент прикоснуться вот именно к классическому сюжету, к классическому Resident Evil, но не страдать. Ладно, там графон как бы опустим, что... Да ладно, плохой графон. Нет, нет. Я про... Именно про старую. Да, что, типа, ну, можно как бы... В тот момент это был крутой графон. Ну, кстати, вот мы тогда играли на телевизоре... Нет, в тот момент это был крутой графон. То есть, люди реально в те времена, там, в первый, второй, там, Resident, третий, он такой стал более стрелялкой. Но, типа, первый, второй, реально, ну, типа, если ты, там, пиздюк, в девяносто седьмом-восьмом году, ты реально мог, типа, испугаться этой всей темой, вот этой квадратной... Ну, конечно, не, ну, картинка-то там из-за того, что она не полностью 3D-рендер, и у тебя там 3D-моделей, там только персонажи, поэтому он был и в те времена нормальный. Я можно тебя быстро перебью, в чем был, типа, крут именно второй Resident, потому что в первом они, типа, попробовали концепцию, но там ты был вот в этом неком особняке и прочая тема. А во втором тебе уже показали, типа, как бы зомби-апокалипсис в городе. Ну, то есть, тебя до этого, ты, как бы, ну, условно где-то впереди... В лесу там ходишь. Да, 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 типа, по особняку там ничего особо такого нет, ну, как бы, свободы не было. Ну, как бы, во второй, в справедливости, не было никакой свободы. Но, как бы, казалось, что, типа, блин, это уже вот прям город, то есть прям куча, и он же начинается, собственно, ну, оригинальный. Ты такой бежишь, там везде все горит, ад, садамия. Ну, здесь то же самое, это все есть. Я догадывался, что так будет. Это же ремейк, блядь. Давай про сам ремейк. Все понятно с оригинальным резидентом. Ремейк очень хороший. Во-первых, там вот графон, он прям вот крутой. Даже вот, ну... Чего не ожидаешь от японцев? Не, ну, японцы... Коридорного японца, да, такого не ожидаешь. Да, ну, японцы, кстати, вообще такие в графоне прям такие не особо заворачиваются. То есть вот поиграл я в демку DMC, в DMC графон как бы, ну, такой... Detroit Metal City? Нет. Devil May Cry. Он как бы там не настолько, там, детальный, там, ничего. Ты бежишь реально по коридорам, они такие кубические, угловатые, и ты хоть, типа, блин, ну... Так там графон не нужен, ну... Так им все равно! Там вот тот именно DMC, который Ninja Theory делали, ну, англичане, на самом деле, блин, ну... Там такой же, блядь, графон. Да, да. А прошло уже, ну, поколение смело с консолей. Пять лет, ёпп. А здесь прям все красиво, очень сделано классно, интерьеры вообще там такие прям очень много мелких деталей, но мы это все, в принципе, там... Слушай, в Resident 7 тоже все хорошо было, здесь, по-моему, тот же движок. Мне, кстати, тот же RE лежали. Они же вот, особенно в 7 Resident, ну, здесь все понятно, они вообще близко сделали к оригиналу, а в 7 они же, ну, прям косили местами под первую часть, если там последнюю не брать, часть игры именно 7, когда там такое мясо началось, то там же они очень много делали вот этого бэктрекинга, то есть ты такой бегаешь постоянно по одним и тем же местам. Я, кстати, из-за этого Саратова бэктрекинга, блядь, и перестал в него играть. Не, не, чувак, ну это как бы, типа... Так это ж Resident Evil. Да, 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 то есть это так... Это, видать, просто, походу, не мое. Здесь то же самое, то есть ты проходишь этот полицейский участок, он у тебя занимает где-то пол игры, и ты там, ты из него ушел. В оригинальном так же было. Как в 7 особняк-нибудь. Да. По факту здесь во всем Resident Evil 2 ремейк, 3 локации. А это было так же и в оригинальном. То есть я еще раз тебе говорю... Блядь, это ремейк! Что ты постоянно говоришь, было так же в оригинальном? Нет, я имею в виду, что типа... Блядь, ремейк! Потом приходишь в другую локацию и тусишь в ней. И опять не тусишь в ней. И у тебя есть переход между локацией. Потом возвращаешься в первую. Ты такой, как будто в городе. Нет, там... Но игра играется прям очень... Я вот давно не играл, ну в Ведьмака я не играл, потому что там очень долго это все. Это ты просто зассал. Нет, я зассал, да. И я в нее не буду играть. Иди ты. В киберпанк я буду играть. А в это хуй нет. Я, кстати, тебе... Ну, я сам очень не люблю вот эти типа Моруинды, Скайрим и вообще вот эти все огромные RPG. И я в Ведьмака много раз об этом говорил. Типа, блядь, налей себе стакан, ты доебал. Да ладно, я... Короче, я в эти игры... Я к Ведьмаку реально, блядь, подходил. Помню прям пиздец какой опаской, блядь. Ну, типа, прям я не люблю такое. Вот. Но при этом, что в Ведьмак, что там Скайрим на свече, блядь, как же охуенно. Короче, ты мне вот ответь на какой вопрос. В прохождение залазил, блядь. Я сразу списал себе все коды сейфов и все. Ах ты, пидорас. Мне было впад... В итоге я все бумажки нашел с кодами, но чтобы вот это время не тратить, я все списал. Читер, блядь. Кстати, поэтому и не хочу, блядь, начинать время играть. Кстати, в современной игре, в современной игре могли бы вполне сделать генерируемые эти коды, чтобы ты не мог счетырить. Ну, могли. Как в этом, блядь. Как сейчас помню, на кривой порт Silent Hill 2 на Пеке, который еще и засрали наши локализаторы, там в одном месте генери... Silent Hill 2. На PlayStation 2, сука. 2? Да. Ну, он был на PlayStation 2. Там генерился код, который типа из-за кривой русской локализации, типа он не генерился. И типа ты просто не мог пройти игру. Но там можно было типа взять, условно переустановить игру, как, знаешь, там были два в одном, русская и английская версия. Переустановить игру на английскую, он с этими же сейвами сожрет, у тебя сгенерится код, ты пройдешь это место, можешь опять переустановить русскую. Но это в те времена было, когда, бля, я без русскую не могу, но там русский такой, знаешь, типа потрачено. Фромтовый. Трахань, отхлаждай, там вот это без боли не посмотришь. В этом плане гений лучше всех, ну где типа кот на обратной стороне коробки с диском. Там охуенно, что типа у тебя же нету. А не кот, а волна. Он там в мануале вообще был в оригинале, а когда вот это PlayStation Classic сейчас мини выпущено, а не охуенно, ты просто коробку переворачиваешь и там вот типа показывают окошки, вот эти скриншоты с играми. И там в скриншоте с Metal Gear'ом написано это волна. А он же там на классике Metal Gear, да, даёт? Да. И там же, ну ты типа когда долго доёбываешь Кэмббелл, он тебе такой говорит, блядь, да посмотри ты в ману, ну типа на обратной стороне коробки, типа да. Бля, охуенно было. Там охуенно в Metal Gear'е, я почему-то, блядь, я всегда над этим охуевал то, что ты такой, когда с психомантисом дерёшься. Ну типа все знают эту хуйню с переключением джойстиков, а я однажды такой типа без переключения решил похуярить его. Ну типа вдруг получится, давай попробуем, типа не получается, не получается. Я уже на каком-то сейве типа такой запалил то, что если ты Кэмббеллу звонишь, он тебе в какой-то момент начинает уже такой намекать жирно прям то, что нужно переключить порт от джойстика. И типа ты его всё равно продолжаешь доёбывать, и у него там прям очень дохуя прям ветка диалогов прям жирная-жирная, и он в какой-то момент тебе прям говорит, блядь, Снэйк, ты чё, ты тупой что ли, давай, блядь, переключи джойстик, и ты его победишь. Я четвёртый, блядь, охуенно в четвёртом Metal Gear там же все боссы, они типа вариации на боссов из первой части, ну типа они называются даже так же, блядь, и там когда ты с местным мантисом дерёшься, ты такой реально зажимаешь типа эту PS button, и там можно как бы контроллер переключить на второй, ты его переключаешь, и тебе в игре говорят, ты ебанулся что ли, блядь, ты чё в первую PlayStation играешь? Тут так нельзя, блядь, делать, типа я такой прям... А, ну или как с диском такой, типа, когда так он звучит, такой, бля, надо второй диск врубить, такой, а, не, погодь, ты же на третьей блоке, там блю-рей, там блю-рей, там нормально. Нет, у меня ещё, нет, четвёртый Metal Gear охуенный, там много приколов, типа, когда ты этого маленького Metal Gear Rex этого, типа, такого робота делаешь, этот Снэйк, он с контроллером от третьей блоки стоит такой. Бля, охуенно. Там ещё каким-то хуем, я не знаю, что это такое было, но я в те времена этого не понимал, но там какое-то лобби от Apple было, либо, я не знаю, может, Кодзима любит Apple, потому что там же вся музыка на iPod, и ты им такой управляешь, как будто iPod. И там у них просто вся техника от Акона, блядь, это Apple-овые компы, типа, блядь, ну, не знаю, либо занесли. Да я не думаю, что Apple, блядь, заносит куда-то. К Канабе, блядь. К Кодзиме, да. Да нет, просто Кодзима, наверное, так решил. Ну, как бы, это очень странная тема, но, вот. Короче, Резидент, заебись. Надо играть обязательно. Кто бы спорил, блядь. Прям очень хорошо. Управление, всё хорошо, прям вообще загадка. Управление. Ну, оно такое, нет. Так а чё говорить? Ну, оно такое, то есть, оно не как у тебя в каком-нибудь, там, грубо говоря, Думе, такое прям отзывчивое, резкое. Оно такое медленное, валкое, но оно хорошее. Оно, в принципе, как в шестом Резиденте. Как бы, чё говорить? Типа, когда первый Резидент вышел, типа, этот HD ремейк, это же они взяли, на самом деле, просто с GameCube-а версию, и немножко подтянули, и всё. То есть, по факту, это та же игра. А эту игру, блядь, они сделали её с заново, блядь. Да, это новая полная. Ну, то есть, чё ты, вот, кроме сюжета... Вот как заново. Ну, блядь, чувак, кроме сюжета и артов, чё ты из той игрой, вот, чё ты из неё возьмёшь, чтобы снизить себе, скажем так, расходы. Вот чё ты это? Ну, там, наверное, стопудово какие-нибудь там карты уровней, типа... Блядь, чувак, мы даже когда играли, она, блядь, другая. Которая вот такая, типа, блядь, вот так вот в помещении, и ты, типа, тебе не надо играть. И заново делать, ты просто расставляешь текстурки по ним и всё. Нет, там не было текстурок. Там были рендеренные задники. Да, там уже... Вторая часть была не в 3D. Типа, первые три части, у них же было как? У тебя вот это танковое управление, у тебя 3D-модельки только персонажей, врагов, каких-то объектов. А вот этот задник, это просто, блядь, картинка. Но они её, типа, сделали по тем временам очень круто, типа, что на ЛТ-теликах это смотрелось прям вообще заебись кино. Вот. А сейчас они, ну да, они, типа, как, блядь, у них был референс, но они эту игру делали, блядь, по факту просто с нуля. То есть, они ничего не могли там, ну, наебать. Это не взять... Ну, чувак, наличие референса, это уже нехилая подскуря. Ну, я согласен, но это как вот, возвращаясь к вопросу о богемской рапсоде, это когда ты можешь платить денег какому-нибудь композитору и писать музыку. Либо просто на эти же деньги лицензировать музыку группы Квинт, и она как бы по-любому заебись. Или как ты дизайнер, ты приходишь на работу и что-то думаешь, как нарисовать, или ты приходишь на работу и знаешь, как нарисовать. Ну, тут я соглашусь. Это прям вот очень большой плинс. Нет, ну, а чё, нет, это же их интеллектуальная собственность, авторские права. Почему они не могут себе это позволить? Вот я за такие... Я вообще считаю, что, блядь, вот такие вот, типа, пиздатые промыгры, которые, блядь, ну, типа, достойны. Нужно, наоборот, только, блядь, хоть вот сейчас вот на четвёртую выпусти, выйдет пятая, хоть переделай ещё и на пятую, блядь. Ну, потому что там какой-нибудь Metal Gear, блядь, я в него на четвёртую поиграл. Какой-нибудь, ну, Фрезик. Какой? Какой-нибудь первый, блядь. Вон на Вите играть. Да, на Вите, кстати, он прям нормально играет. Короче, вопрос... Ну, типа, есть игры, которые можно переделывать постоянно, блядь, почему бы нет? Прикол в том, что сейчас ещё и плюс какой-то вроде как уже даже финансовый успех у этого Metal Gear'а и... Ну, у Resident'а, да-да-да-да. Третий сделают? Да, типа, ходят, слышь, что треть сделают. И прикольно, когда в интернете, типа, такие просто люди посылают, короче, прям, типа, письма, типа, Konami. Короче, смотри, видишь, чуваки сделали ремейк и они заработали денег. Вот тебе скриншот, что они заработали денег. Может быть, Silent Hill, блядь, сделаете заново, блядь, так же, типа, нормально. Почему Silent Hill, а не Metal Gear? Потому что Metal Gear без Кодзимы будет, ну, типа... Говно. Так его ж ты переделываешь. Ну, Свинс выпускать. Но его уже переделывали в Twin Snakes на GameCube. Он на Xbox же ещё такой же есть. Первый вот этот красивший. Maybe, maybe, не знаю, может быть, не скажу. Но не суть, блядь, на самом деле, первый Metal Gear... Ну, как он первый, он на самом деле третий, но... Да, если ты вообще, блядь, этот, хочешь поднять хронологию, ты сейчас не прав, вообще. Ну, хуй пойми какой, но, типа, первый нормальный Metal Gear. Тебя сейчас в комментариях там все напишут, какой там был первый, блядь. Первый, получается... На Denny, ёпт. Ну, Snake Eater первый, типа, получается. По-моему, там два до него было. Нет, он просто как игры ходили. Да там же на MSX, да, и на Famicom были. Да, в общем, не надо в это лист. По-моему, два до него было. Ну, окей, ладно, там про Зиндибар как раз. Я к тому, что первый Metal Gear... А тот, кстати, он просто Metal Gear, а я про Metal Gear Solid говорю. Ах ты ж, блядь, пидорюга. Да, я, потому что, мне кажется, ну, типа, если концепция Resident, она еще более-менее, то, типа, первого Resident Evil, запиздилось пьяное вино. Первый Metal Gear Solid, если прям взять и, типа, полностью заново сделать, просто, типа, под новое все вот это, то, блин, там слишком много чего нужно будет переделывать, чтобы он нормально игрался. Да там все, ну, ты заново его должен будешь отрисовать, там вот эти квадратные комнаты, там все, там... Ну, оно, да, все очень плохо, в том смысле, что ты же еще... Блядь, как в Metal Gear, там ты играешь пять минут и пятнадцать минут смотришь, блядь, заставку с диалогом. В первом такого не было, кстати. Кстати, да, в Solid там ты ходишь, блядь, и они там справедливости ради, это не было там. Ну, оборот, было, там просто заставки были тупорылые в плане того, что, типа, тебе не показывают прям как в четвертом такой экшон-экшон. Там, кстати, только в четвертом другое было, когда ты такой стоишь. Там и ты пизди, там заставки начались такие прям вот по пиздецу с третьей части. Даже во второй так дохуя их не было. Ну, в третьей тоже, в четвертой они просто в абсолют это выявили. Ну, в четвертой там у тебя, да, чуть ли там не... Ну, четвертая, она была реально крута тем, что она была такая, типа, как завершение, сука. Но они потом начали, что-то такие, блядь, видимо, Konami подошла, взяла за яйца Кодзиму, сколодела. Но, кстати, справедливости, она в хронологии-то все равно завершающая. Да, завершающая. Типа... Там пятый-то он, типа, назад. Про прошлое, да, и все вот это. Ну, короче... Это не пятый, это В. А, ну да, извините. У МТС не яйцо, а линия настроения, да. Жизни. Линия жизни, жопы, блядь, моей линии, которая ее делит напополам. На черную и белую. Короче, я знаю, что... Ты играл? Ты не хочешь ничего слышать, но... Бля, я не хочу. Я поиграл... Быстро. Я поиграл в игру, которую на Game Awards 2018 года дали лучшую инди-игру. Это Celeste. Как наши опять... Мы сегодня много будем говорить про наших коллег. Как коллеги из игрового батискафа говорят... Говорят, пиксельное инди-говно. И он говорит, я извиня... Там чувак сказал, я, говорит, поиграл. И я извиняюсь, что я эту игру называл говном. Она вообще полная говнища. Короче, это пиксельный платформер. Про девочку, которая взбирается на гору. Все это полная хуйня. Игра это просто насилие над игроком. То есть все мы... Ну... Все мы, я и Артем... Нормальные парни. Играли там в Bloodborne и Dark Souls. Я в него тоже играл, я его не прошел. Окей, нам кажется, что это насилие. Вот Celeste это типа прям такое, знаешь, как... Ультра-насилие. Короче... Знаешь, как ультра-вайланд. Берут концепцию типа пиксельной платформенной игры из 90-х. Когда типа, бля, мы нарисовали всего 10 уровней, поэтому давай-ка выкрутим на охуение сложность, а то они ее быстро пройдут. Типа ты приходишь в комнату, и она вот экран занимает. И ты должен условно из точки А в точку Б попасть, используя там какие-то там прыжки, платформы и такие даши. Типа когда она такая... Бля, примерно на прохождение комнаты, блядь, уходит, блядь, от 5 до, блядь, не знаю, 40 жизней, блядь. Игра еще любезно тебе в конце уровня скажет, сколько раз ты проиграл, пидорас. Плюс. Ну, типа как в Hotline Miami. На N плюс это еще похоже. Да, плюс у тебя в уровнях... Мидбой. Да, да, все-все из этой темы. Плюс у тебя на уровнях бывают такие типа клубнички, есть типа ягодки, которые типа если ты их... Ты их вообще не обязательно собирать, но чтобы их собрать, это у тебя типа особый, блядь, уровень насилия будет. И типа тебе в конце говорят, что ты собрал столько-то этих клубничек в уровне из столиката, и типа при этом умер там, сука, 800 раз, блядь, за уровень, нахуй. Игра как бы издевается над тобой. И ты понимаешь такой, сука, я уже 40 раз, блядь, попробовал взять эту клубничку, ебаную, типа... Клубничку. Я возьму ее. Ну там какой-то есть сюжет, какая-то есть хуйня, типа какой-то есть арт и геймдизайн, но в целом это как пиксельное инди говно, но такое с душой, и я прям, понимаешь, типа я играл до этого в Hollow Knight. Блядь, игра такая вообще типа Dark Souls подобная, типа ты там вообще умирает, теряешь все, и надо найти... Salt and Sanctuary. Salt and Sanctuary говно, вот, а Hollow Knight охуенная игра. Потом я играл в Гуакамиле второй, который типа тоже по этой схеме создан, но там типа ты просто задрачиваешь определенный паттерн, и все у тебя заебись. И ты как бы ничего не теряешь, тебе никто в конце не скажет, сколько раз ты умер, не ткнет тебя в это носом. А здесь они, сука, издеваются, блядь, они типа прям... Ты тоже изучаешь паттерн, и в какой-то момент ты просто этот уровень уже такой прям... Вот тут надо было вверх, типа. Вот. Это забавно как бы, учитывая то, что у тебя как бы очень... То есть уровни как бы сами длинные, но ты такой в любой момент можешь сохраниться и начать прям вот в том экране, в котором ты закончил. Но это прям дрочиво, блядь, серьезнейшее. В том смысле, что вот, ну вот, я прям сомневаюсь, что вот, Кирилл, ты бы мог в такое играть? Ну, потому что ты играл во всякое такое, типа там, Холлоу... В некоторых городах. Нет, Хотлайн Майами. Нет, а ты, мне кажется, вот вряд ли себе представляешь. Ты ее просто можешь на плойке, блядь, в принципе, или даже на компе скачать. И как бы, но, блядь, играть-то в это, ну, прям это больно. Это ты такой... Я, блядь, в метро еду, и я такой... Они просто-таки на меня смотрят, я такой, сорянно, что нормально. Я такой, сомневаюсь, блядь, ну почему? Вот. Но я завязываю с такими играми. Ну, блядь, я не могу сейчас. Вот. В общем, завязываю с этими играми, и надо завязывать с подкастом. Да. Короче... Ты не играл во что-нибудь? Я играл. На Куни. В хорошую игру. А ты в прошлый раз про нее рассказывал, нет? Нет. Вот расскажи про Нина Куни. Я как-то рассказывал про нее на уровне, что типа... Про Стервятника расскажи, может, людям только ради этого захочется играть. Это, знаешь, это тоже, кстати, из разряда недооцененных игр, которые, блядь, почему-то все хуй забивают на них, но они пиздаты. У нее есть огромное количество поклонников, иначе бы не вышла вторая. Ну, типа, да, ну, блядь, в подкастах других тоже чуваки говорят, что пиздец, прям заебись охуенно, но что-то, блядь, все, типа, не берут. Я слышал, что первую больше любят, чем вторую. Я не знаю ничего про первую, вот у меня есть вторая, я сейчас в нее играю, и я прям получаю удовольствие, я вот... Давай про Стервятника. Вот этот стратый мешок я ставлю вот сюда, чипсы, пиво, и хуяришь прям, заебись. И Стервятника. Как будто сказочку читаешь. Это, короче... Андерсена? Короче, да, Андерсена, Ханса. Нет, Томаса, полу Томаса Андерсена, бля, про нефть. Короче, это тупо максимально гипертрофированная сказка про вот каких-то вот этих ушастых пареньков. Просто скажи, что эта игра родом из Японии, и дальше не надо объяснять. Из Японии, да. Они покемонов сделали. Ну вот по типу, да, в покемонской стезе такая, типа, и... Не знаю. Понравилось? Блядь, охуенно. А там, типа, это же как GRPG, да, типа, то есть там пошаговый бой? Ну, типа, да, у тебя есть, типа, локации, ты в них ходишь, такой, типа, нарисованный пиздатый, а между локациями, ты такой, типа, пузаны по карте хуяр. Ну, это нормально, чибики называется, это ещё Final Fantasy придумали первый, да. Да, 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 да. Ну, и типа, ты как-то такой чибиком хуяришь, и ты видишь, там враг к тебе подходит, и у тебя такой... Ну, да, да, да. А есть рандом-энкаунтеры? Это когда ты такой просто идёшь, и на тебя кто-то напал? Нет, там это всё контролируется, потому что ты можешь чибиком сбежать от врага. А, ну, нормально. Просто, типа, там, ну, всякие финалки, драгон-квесты. Не, может быть, они есть, но я ещё пока не дошёл. Да нет, нет, это уже сейчас нет, обычно это как, типа, там, в покемонах, ты такой просто идёшь по кустам, там, такие специальные кусты. И, типа, ты по кустам идёшь, на тебя, такие, напал покемон. А ты можешь его опиздюлить, можешь его поймать, ну, вот такая... Ну, и, в общем, там, максимально наивно, что, типа, ты, там, из какого-то королевства принц, но, там, захватили власть, ты сбежал, и ты строишь своё королевство. И ты, такой, блядь, с какого-то хуя, там, набираешь себе команду, с ними, такой, тусишь. Ну, это с какого-то хуя. Ну, блядь, там, они, знаешь, они вообще, ну, типа, блядь, ну, прикинь, ты хуяришь своё королевство, и ты, такой, типа, берёшь себе, типа, в министра обороны, блядь, воздушного пирата. Ну, нормально. С хуя, блядь. Ну, скажи про стервятника заебал. А, ну, про стервятника, там, в какой-то момент тебе, типа... Ты проигрываешься. Что? Ну, в смысле, ты проигрываешься, ну, в смысле, проигрался. Тебе в какой-то момент, да, я помню. Ты нам рассказывал, блядь, это. Да, да, да. Синева. Ты, короче, в какой-то момент попадаешь в такое королевство, а у них такие правила, что, типа, всё решает бросок кубиков. Ну, что, типа, нет ни законов, ни хуя, ни логики, тупо ты выкинул шесть, ты заебись, выкинул один, ты хуй. И, типа, такой, приходишь, тебе нужно с кем-то встретиться, тебе говорит чувак, типа, давай со мной сыграем, и тогда решим. Ты с ним играешь раз, два, три, ты ему проиграл дохуища бабла. И, типа, он такой тебе говорит, типа, вот ты мне должен миллиард, типа, мол, а, ну... Естественно, у тебя нет миллиарда с собой, типа, в кармане, и ты ему такой, типа, блядь, что делать? И он такой, ну, ладно, я на тебя повешу долгового стервятника. А долговой стервятник это тупо такая хуёвая птица, знаешь, такая. Стервятник. И, типа, она у тебя над плечом постоянно, ну, в какой-то промежуток игры, прям, ну, долго довольно-таки. И она постоянно у тебя на плече и орёт, такая, верни долг, долг верни. И она такая во всех заставках, блядь. Это коллекторский птиц. Там ещё забавно, когда, ну, типа, потом заставка после этой всей ситуации, и, типа, там диалог между персонажами, и они такие, бля, хорошо, что никто другой из нас, типа, так не играл, типа, как ты. И там подходит чувак, которого не было в заставке, и у него такой тот же стервятник, он тоже орёт, верни долг, сука. Но он такой жирный пиздец. Ну, в общем, блядь, мне прям вообще охуенно нравится, она прям, вот, не надо ничего не думать, ничего, там, вот, знаешь, Оля, по маркерам бежишь, тебе вот такую вот ебату про стервятников показывают постоянно. Иногда ты такой берёшься за лутку, ёбаный рот, в натуре, что ли? Ну, и, типа, хорошо всё, прям. Заебись, выходные. Да, прям клёво. За сим. Спешим заметить, что наше время утекает. Да, предлагаю завершить, в общем, всё как обычно, всем спасибо, что смотрели, слушали, продолжайте там подписываться везде, рекомендовать нас с вашим друзьям. Бабушкам. Бабушкам, блядь, могут не оценить. Про чибиков. Родителям. Родителям тоже, чтобы родители не подумали, что вы долбоёбы, не надо родителям, вот. Короче, всем спасибо, в общем, будем держать в курсе, подписывайтесь в ВК, будем всякие прикольные активности мутить, чтобы вы были в курсе. Всё, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова